Далее у нас All-Star Superman, и это тот случай, когда серия All-Star вышла нормальной. Опять же, один из лучших комиксов о Супермане, написанный Грантом Моррисоном. Прекрасное чтиво на русском языке. Всё здорово. Multiversity от Гранта Моррисона. Делюксовые издания в твёрдом переплёте. И кто не знает, что это, это один из лучших комиксов, который вы можете прочитать когда-либо. За ним работали очень много авторов. Грант Моррисон просто сумасшедший проделал здесь невероятную работу. Если вы скажете мне, что там во вселенной DC есть прекрасные глобальные события типа Trinity Wars, Dark Side Wars и прочая ерунда от Джеффа Джонса, я не знаю, как я на вас посмотрю, потому что вот это, это просто невероятно. Плюс у всего этого комикса есть научная подоплёка, то есть закреплена настоящими фактами, и в оригинале его на самом деле сложновато читать, поэтому, если вы не знаете английского языка, думаю, вам надо будет поискать переводы, я не знаю даже существуют ли они, может быть, народ даже не запаривался. Будет прекрасно, если это издание выйдет на русском языке, что я могу ещё сказать. Этот комикс настолько же прекрасен, настолько значим, почти как Хранители, или может быть Kingdom Come, то есть до такой степени это невероятный комикс. Флэш от Монаполи и Бучевато, прекрасный комикс, очень лёгкий, прекрасно нарисованный, хорошее чтиво, хороший пример комиксов о Флэше на русском языке. Бойцовский клуб, первый том от Чака Паланика, великолепное продолжение, книги, а также, можно сказать, наверное, фильма. Немного непривычно поначалу выглядит рисунок в этом комиксе, но когда к ним привыкнешь, ты понимаешь, что ничего другого здесь этому комиксу и не нужно. Пока что первый том, по почте сейчас идёт второй, и мне на самом деле не терпится узнать, чем закончится эта история, потому что, чёрт возьми, это Чак Паланник. Далее у нас идёт Н от Стивена Кинга с рисунком от Алекса Малеева. На самом деле я к рисунку этому отношусь несколько двояко, он всё-таки хорош, но местами в нём прокрадываются кое-какие сомнения. История очень хорошая, она с открытым концом, в стиле Кинга, всё замечательно, всё прекрасно. Первый том, Тёмная башня, опять же, от Стивена Кинга, это на редкостный случай, когда Марвел пишет что-то в стиле Вертиго, я бы сказал. Хороший комикс, я его поначалу, если честно, не понял, при первом же прочтении отложил, подумал, ну, ерунда. Но когда ты начинаешь сознавать это всё в голове, прокручивать всё увиденное, ты понимаешь, что комикс на самом деле замечательный, но мне не хватает времени, чтобы возвратиться к этой серии, продолжить её читать когда-нибудь. Да, я это сделаю, но пока что у меня всего лишь первый том, хотя на русском языке их уже много, то есть по тому в пять, может быть, шесть. Да, хорошая серия, это вестерн, но вестерн постапокалиптический, и здесь много всяких других примесей. Крайне необычная история, крайне необычная визуально. Всё здесь более чем хорошо. Ну и, конечно же, парочка CGC, куда без них. Первая это Amazing Spider-Man, 160 номер, рейтинг 9.0, с обложкой от великолепного Ромиты Старшего. Я просто увидел эту обложку, не удержался. Видите, блин, Ромита потрясающая. Второй CGC это Superior Spider-Man, первый номер последней сюжетной арки Наца Гоблина, 27 номер, рейтинг 9.6. Superior Spider-Man шикарный комикс, и я подумал, можно приобрести, плюс обложка великолепная, если честно. Ай, сзади эта дурацкая реклама вот этих сборных чудовищ от Hasbro, не знаю, как это обозвать ещё. Далее у нас идут синглы. Сперва серия Ultimate Spider-Man от IDK. Да, я синглы храню в таких боксах. Что я могу сказать? Замечательная серия, которую все читали в детстве, и здесь всё то, что я, скажем так, успел собрать за время существования этого издательства, за всё то время, что я читал это в детстве, всё, что мне попадалось на глаза, возможно. На самом деле, есть сюжетные арки, которые я не успел собрать, которые я считаю замечательными. Но, скорее всего, их мне придётся продолжить покупать в оригинале, если что. А здесь у нас, видите, этот комикс отдельно. Он с таким пластиковым подкладом, потому что он в не очень хорошем состоянии. Это самый первый комикс IDK, который я приобрёл. Это были очень... Это было очень-очень давно. Это мой первый комикс о Человеке-пауке. Я им крайне дорожу. Я его, на самом деле, очень обожаю. И первый раз, открыв его, я просто невероятно удивился. Визуал у дота у меня не попадался. Такой визуальный ряд. Настолько мощный, настолько красочный. Плюс меня очень удивил внешний вид Гоблина. Я привык, что это просто чувак в костюме. Да, а здесь это вот такая вещь. Вот увидев этот арт на вот таком фоне, мне почему-то сразу вспомнили зоаноиды из Гайвера. Что-то есть похожее. И ещё мне напомнило это не только потому, что это визуально похоже. Это ещё по стилю. Мне чем-то показалось немного анимешным, может быть. И прочитав до конца, конечно, здесь он прям так обрывается на продолжение следует. Я такой, чёрт возьми, я хочу продолжение. Но мне, наверное, месяца три, может быть, не попадались эти комиксы в ларьках до какого-то момента, пока их не стали завозить в больших количествах. Ну и следовательно я набрал вот это всё. Также сюжетная арка о Веноме. Прекрасный комикс. Очень, я бы сказал, эмоциональный. Очень необычный новый подход к Ориджину Венома. Здесь у нас это не инопланетное существо, это лекарство от рака, которое сработало неверным образом. Выпусков, на самом деле, здесь много. Некоторые из них я даже дозаказывал на тот момент. В дальнейшем захотелось приобрести начало этой серии. И... Так, в столкните. Здесь даже крепления просто не выдерживают такое количество комиксов, что всё немного разваливается. В общем, да, первые номера у меня также есть. Да. Ultimate Spider-Man. Далее идёт у меня опять EDK-шный сборник. Здесь у меня комиксы по людям X, выходившие от EDK. А также классическая четвёрка. Здесь идёт серия Ultimate, которая у нас создавалась. так и от Гранта Моррисона. Новые X-Men и Uncanny X-Men. В общем, многое-многое. Включая даже чуть ли не последнее существование издательства, да, когда у нас пошли сюжетные арки от MetaFraction, который, на самом деле, здоровский. Он умудряется даже вставлять в серию о X-Men хорошие фоновые шутки и при этом писать эмоционально мощные истории. Вот этот, кстати, выпуск я люблю. Его обложка у меня здесь на этом боксе. Классная история, в которой раскрываются какие-то потаённые чувства между Логаном и Джин Грей. И это всё на фоне просто какого-то сумасшедшего панка, который растворяет всё вокруг. Такая кислотная история, которая и выглядит визуально, и эмоционально очень приятная, скажем так. Да, здесь вон даже есть куски, где я вырезал купоны, заказывал какие-то выпуски. Вот, дальше у нас идёт фунтиски четвёртка. Помимо основной серии, это Ultimate серия, которую я, если честно, не понял. Она мне показалась довольно средненькой, несмотря на то, что я всё-таки дал ей шанс. Я, как видите, покупал некоторые выпуски начала этой серии и тому подобное. Но у меня, допустим, она, грубо говоря, не взошла. Вообще, заинтересовавших меня комиксов о фантастической четвёрке крайне мало. И, как правило, я ей особо не давал даже шанса. Я читал первые номера в оригинале от Стэна Лиги. Они были хорошими. И было пару сюжетных веток на русском языке, которые мне попадались. Но, честно, я даже не хочу давать шанс этой серии. И, по-моему, ни один такой, мне кажется, неспроста закрыли комиксы о фантастической четвёрке, потому что неправильных людей набирали писать истории об этой семье, поэтому комиксов о них, я бы сказал, мало. Нападение голубоглазых существ, кстати, классный комикс. Мне в детстве попался всего один вот этот номер, его начало, и его продолжение я смог приобрести только в ТПБшке, который я показывал ранее. Этот комикс, во-первых, мне понравился визуально, во-вторых, у него есть какая-то такая жуткая атмосфера. И да, вот это вот одна из хороших историй о фантастической четвёрке, которую вы можете прочитать. Ну, а также такая история о фантастической четвёрке. Это, скажем так, тимап Человека-паука и Химнаторча, то есть Человека-факева. Я бы не назвал такой миксом о фантастической четвёрке. Перевоплощение в виде Marvel Edge Spider-Man, то есть интерпретация первых выпусков, которые я показывал. И один из номеров у меня всё время вот в таком виде. И, честно, я до сих пор люблю вот эту историю из, по-моему, двух номеров, если я не ошибаюсь. Стоит, наверное, сказать, что дальше у меня вообще будут эти просто боксы с циньблами. И первое же сразу здесь – это синглы, которые просто сторонние, допустим. Здесь у меня единственный комикс Баббл, который я купил – это «Красная фурия», потому что арт здесь просто невероятный. Это комикс нарисованный Анной Рудь, и рисует она, если честно, неповторимо. Она рисует шикарно, не просто по меркам российского издательства начинающего, даже не затрудняюсь, переплёвывает большую канву художников от Marvel или DC или другого издательства. Также здесь у меня различные папки и картонки, и пачки для синглов. Что-то повторяющееся, да, допустим, Люди Икс, второй том, серия Тора, Джо Куберта, которую мне недавно подарили, плакаты от ИБК. В большом количестве, на самом деле. «Играя учись», «Человеком полукол», у меня какое-то большое количество этих выпусков. Блин, это вообще, не знаю, для дошкольного возраста там были, наверное, журналы. Но, опять же, покупал и за комиксов. То есть здесь была всякая ерунда, которая не будет интересна подростку, вроде кроссвордиков, или «Пробегись и найди выход из лабиринта». Какая-то такая вот ерунда. Да, вот. Рисуем вместе. И вот такая вот прочая ерунда сборная. «Десять фактов о мистерии», которых мы, возможно, не знали. Так, наверное, блогеры у нас из этих историков терпают. Раскраски. Раскраски, конечно же, постеры. Вот эти лабиринты, о которых я говорю. Но, блин, комиксы, они были... Ничего серьезного они себя не представляли, но это было интересно. Тем более комиксы о «Чуваке-пауке». Также журнал «Зажигай». «Зажигай» вообще был такой довольно странной темой. Здесь комиксы, в принципе, были вторичными. Но здесь были статьи, которые на тот момент были интересными. То есть, знаете, когда не было интернета, и вам подсказывали какие-то интересные страницы, каталог игрушек, то, что прочитать по-моему, зверя. Был небольшой разворот с игрометом. Здесь вообще какая-то, я смотрю, такой беглый взгляд на серию «Элдерскроллс». Я могу здесь видеть. Было интересно, потому что на тот момент игромании я вообще еще тогда не видел. Игровые журналы у нас появились позже. Были здесь вещи, о которых я узнавал впервые, о которых я ничего не знал. Допустим, вот это какой-то гид-парад. Здесь маленький обзор анонсов, выходящих на тот момент игр. Здесь мы видим «Гердсов Уор», «Марвел Алтимейт Элайнс». Я просто пускал слюни, когда видел эти скриншоты. Это, кстати, до сих пор прекрасно выглядит. «Резидентл 5», на который я тоже допускал много слюней. «Спинтерцелл», «Дабл Ледженд», «Четвертая ГТА». Какие-то очень странные скриншоты, я так понимаю, очень похожи, кстати, на скриншоты «Третьей ГТА». Возможно, какие-то фейковые. «Металл Герд 4». То есть, да, забавно немного о кино. И, в общем, вот такой вот был сборный сумбур. Но на тот момент это было забавно. Плюс комиксы, это была у меня все равно первостепенная причина покупать эти журналы. Потому что я старался приобрести вообще любые комиксы, которые попадались мне на глаза. Но если это были комиксы с Человеком-пауком, то как я мог упустить вообще такую обложку? Да, это же первые номера умудрился выхватить. Что мне попадалось, в принципе, то я старался брать. Ну и куда без этого? Да, конечно, у меня есть несколько номеров по Тому и Джерри. Какие-то я потерял по глупости. Какие-то у меня остались. Это, допустим, один из них. 2005 год. Что вам сказать? Наверное, каждый в какой-то степени так или иначе сталкивался с комиксами про Тома и Джерри. Это забавно, это весело. Просто что-то приятное из детства. Так, идет какое-то большое количество файлов. Симсоны. Единственный номер по Симсонам, который у меня есть, это точно так же и ДК издавали у нас. Прикольная история о том, как Гомер страдал похмельем какими-то камнями в почках и тому подобное. Скажем так, очередная история из Симсонов. По типу того, что вы можете увидеть в сериале, это что-то вроде схожее с Adventure Time. Знаете, когда продолжение сериала, у нас есть в виде комиксов. Прекрасный комикс, на самом деле, визуально вы видите, он нисколько не уступает мультфильму, мультсериалу. Это все в такой же стилистике, сделано теми же самыми людьми. Здесь все так же прекрасно, все такой же юмор. Все более чем здорово. Также единственный номер, Ген-13, который у меня есть, с подголовком «Самый крутой журнал комиксов» от издательства, которое не очень много прожило времени. Зао Ровесник. Пытались издавать у нас Ген-13, пытались издавать у нас Лигу Справедливости, но, видимо, это не очень зашло. Хотя многие любили эти комиксы, я, если честно, их так и не понял и не собираюсь лезть вообще в эту кучу. Но один из символов у меня есть. Почему нет? Следом я нашел у себя на дне несколько номеров Бакса Бани. Также один из номеров Микки Мауса. История с Дональдом Даком и какой-то пародии на Билла Гейтса. Черт возьми, замечательно. На самом деле комиксы, они невероятно милые. Они визуально просто потрясающие. Я просто пошусь к ним как к чему-то такому сверхклассному, сверхкрутому, что просто греет душу. Ни в коем случае нельзя выкидывать, рвать и тому подобное. Комикс о Баксе, кстати, я не знаю, это примерно из того же разряда, что комиксы про Тома и Джерри и тому подобное. Ничего сверхъестественного, плюс эти всякие письма читателей и прочая ерунда. Скуби-Дуэто из того же разряда. Просто одна из очередных историй с расследованием. Довольно забавная вещь. А, рисунки читателей. Ну вы поняли смысл этих журналов, да? Это то, что было у ИДК, то, что было у остальных журналов. Росомаха опять от комиксы ИДК. Жаль, что этот комикс не вошел в ТТБ форматы, как, допустим, Фактическая четверка, где Люди Икс и Человек-паук. Из всех, что мне попадались в синглах, мне Росомахе, на самом деле, не очень много попадалось от ИДК в детстве. Все были классными. У меня единственная была парочка комиксов с придиркой к рисунку, вроде этого, да, по Росомахе, где выглядит он немножко странно. Ну, также, допустим, вот этот первый сюжетный арк, изданная о Росомахе на русском языке. Замечательный визуал, замечательный комикс. Кстати, я по дурости их как-то склеивал. Допустим, здесь одна сюжетная арка в трех номерах, и она собрана скотчем. Но, в принципе-то, почему нет? Комикс от этого хуже не становится, а продавать я его все равно не собираюсь, так что фиг с ним, в принципе. Замечательный экшен, замечательный визуал. История о Росомахе в Японии, очередная из историй. Но это не делает ее вторичной или какой-нибудь, там, второсортной. Шикарный комикс, и, между прочим, эта сюжетная арка была только вступлением, первые номера. Следующая же была, прям, можно брать, называлась «Один из лучших». У ИДК, видимо, произошел какой-то небольшой косяк, и по формату комиксы стали немного отличаться. Хотя склеена все ровно. Я к тому, что эта сюжетная арка была еще кровавее, еще мрачнее, чем предыдущая. Великолепные комиксы, на самом деле, Аксамахи у нас создавались, я вот прямо сейчас это все вспоминаю. Это невероятно мрачный рисунок, просто шикарнейший, замечательный экшен. Здесь прям все хорошо. Самый зуб, король чертовый джунки. Единственное, мне было немного жаль, я все-таки фанат желтого костюма, вот этого классического. И в ИДК-шных комиксах его почти не было, несмотря на то, что здесь, допустим, на обложках есть. Да, это меня немножко расстроило. Хотя бы пару страничек, пусть его там дальше расколошматит костюм. Даже вот просто, если посмотреть на обложки, они просто невероятные, они жестокие. Чуть не на каждой много крови. И, мне кажется, если какие-нибудь мозолевые родители выбирали комиксы для своих детей, вряд ли они выбирали Аксамаху. И следом здесь несколько спецвыпусков. Это комиксы по сюжетам кинофильмов. Здесь Сорвиголова, он же Дардевил, Человек-паук, первая, вторая часть. И, черт возьми, где-то под Людем Икс есть. А, да, я ее снял до этого. Ладно, не суть. Такие двоякие комиксы. Вроде бы с ними и все хорошо, но что-то немного не так. То визуально что-то слишком мягкое, то что-то еще другое. Но, в целом, почему нет? Некоторые, кстати, истории выглядели даже немного лучше в некоторых сценах, чем в кинофильме, допустим, Мэри Джонни с комиксы здесь нарисованной, нравится больше. В отличие от версии фильма. Хотя в первом фильме Кирстен Данс еще нормально вылетела. Также комикс по первому кинофильму, по Человек-пауке. Я не знаю, что здесь еще добавить, просто интерпретация первой части фильма. Первый фильм, кстати, хороший, несмотря на то, что второй, третий фильм, второй хуже, третий вообще отвратительный. Первый я все еще смотрю с удовольствием. По-моему, это единственная смотребельная сейчас, смотребельная часть из всей трилогии Сэма Рэйми. Лучше бы я порекомендовал пересмотреть новые от Марка Веба. Они мне нравятся куда больше. По второй части кинофильма комикс, кстати, не совсем настолько удачный. Визуально он куда, кстати, лучше, чем фильм, допустим, в втором части. В общем-то, Тоби Магуайр уже появился в какой-то второй подбородок. Он стал каким-то жирноватым. В третьем он вообще там уже был корсетом затянут. Мэри Джейн, Кирстен Данс тоже как-то очень плохо в кадре выглядела, без косметики особо и тому подобного. Но комикс-версия выглядит явно лучше. И арт здесь местами просто великолепен. Этот художник... Кто у нас, кстати, его рисовал? Стас Джонсон, Ром Лин и Пэт Олиф. Я не знаю, три художника, они друг за другом дорисовывали, что ли? Скорее всего, наверное, как Камон Коли и Кайпель. Но Человека-паука в костюме он рисует замечательно. Хотя и рожи здесь выходят немного кривыми. А вообще, у этого комикса есть одна такая проблема. Хотя, может быть, даже и плюс. Он кажется скомканным. То есть, представьте, весь фильм уместит всего в 48 страниц. И поэтому он прям, не знаю, бежит-бежит очень быстро, очень быстро. Но, в принципе, если вспомнить второй фильм, то, может быть, это даже и к лучшему. Да, здесь, кстати, эта сцена выглядит куда лучше, чем вот этот кадр с лицом Питера Паркера. Хотя, какое напряжение было в фильме, да, здесь это просто две панели, и всё, и закончилось. Вот, собственно, одна из проблем этого комикса. Он как-то слишком сжат, слишком стянут. В рамке 48 страниц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова